Телеканал Дом вы смотрите право на право и сегодня у нас тематическая программа. Мы говорим о защите прав детей. В студии Дарья Вершиленко. Здравствуйте. Сегодня в программе. Все ради лайков. На Винничине двое мужчин перекрыли железнодорожный переезд и стреляли по кабине машиниста. Шокирующая жестокость. Мать убила собственную новорожденную дочь. Ей помогала родная сестра. И, к сожалению, не все знают о том, что существуют организации, которые готовы поддержать. Все ради лайков. На Винничине двое мужчин перекрыли железнодорожный переезд и стреляли по кабине машиниста поезда. Когда их поймали, признались, хотели прославиться в соцсетях. Горе режиссерам теперь светит от трех до семи лет за хулиганство. Смотрим дайджест важных новостей от права на право. Посреди дня на железнодорожном переезде вблизи станции Погребище в Винницкой области двое мужчин остановили поезд и начали стрелять по кабине машиниста. На замечания дежурной по переезду они не реагировали. Свои развлечения хулиганы снимали на мобильный телефон и позднее выложили видео в соцсети. На место происшествия выехала группа реагирования патрульной полиции и задержала автомобиль правонарушителей. В ходе осмотра изъят пистолет, который отправят на экспертизу. Злоумышленники в возрасте 25 и 28 лет задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Младший из них ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу. А что стреляют? Иди подать документам. Открыто уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины «Хулиганство». За такое преступление задержанным может грозить лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. На начало сентября правоохранители зарегистрировали более 170 уведомлений о нарушении избирательного процесса. Больше всего в столице, а также в Донецкой, Днепропетровской, Луганской, Волынской и Кировоградской областях. Полиция имеет пыльность следить, чтобы субъекты выборчего процесса четко дотримывались порядку проведения агитации. Как показала практика в предыдущих выборах, самая незаконная агитация складывает практически три четверти всех зафиксованных административных правопорушений. Больше всего сообщений о правонарушениях касаются подкупа избирателей и незаконной агитации. На Киевщине задержали вора в законе по прозвищу Мамука. Это 43-летний уроженец Грузии. Криминальный авторитет попал в Украину незаконно. Мамука Аняня является представителем одного из самых сильных на текущий момент воровских кланов. Свой статус он получил в 2013 году в Стамбуле. Представься. Аняня Мамука Григорьевич. Место рождения. Грузия. Судим? Нет. На территории Грузии судим? Ну, когда-то раньше было. Кличка есть? Нет. Вор? Не буду отвечать. По информации правоохранителей, мужчина приехал в Украину, чтобы усилить свое влияние в криминальной среде. На территории Киевской области полицейские затримали вора в законе на прозвищу Мамука. За данными правоохранцов, він незаконно потрапив на территорию України, аби встановить свой злочинный вплив у криминального средства. На территории двух областей были замечены новые знаки дорожного движения. Они призваны защитить велосипедистов. Новые знаки уже можно увидеть на обновленной дороге Сходница-Песочная, Пустомытый-Медениче во Львовской области и на маршруте от КПВВ Станица-Луганская в Северодонецке Луганской области. Такие знаки будут встречаться на тех дорогах, где достаточно плотный велотрафик и часто можно встретить велосипедистов-шоссейников. Знак обязывает автомобилистов соблюдать дистанцию минимум полтора метра при обгоне этих участников дорожного движения. Боясь осуждения людей, молодая мать вместе со своей сестрой убила собственную новорожденную дочь. Теперь женщинам грозит пожизненный срок. Просто в голове не укладывается, как в современном мире мать может пойти на такое преступление. Ведь сейчас в Украине есть столько вариантов, как поступить с новорожденным, пусть даже нежелательным ребенком. Сейчас мы вам об этом расскажем. Девять месяцев слушая биение сердца своего ребенка, молодая женщина думала о том, как от него избавиться. Незапланированная беременность, по мнению новоявленной матери, могла навредить ее будущему. Работая инспектором в пограничной службе, девушка мечтала о карьере. На тот момент она не жила с отцом ребенка и очень боялась осуждения окружающих. Поэтому о своей беременности рассказала лишь родной сестре. Были собраны сообщения о том, что злочин был выполнен уместно, и что сам факт вагитности, даже до самой крайней пороговой межи, приховывался как самую матерью, так и ее сестрой. Естественно, никакого медицинского осмотра за все время беременности не было. Роды начались прямо во время службы на границе. С 28 на 29 июля прошлого года женщина ощутила сильные боли в животе. Поняла, что надо рожать и выпила сильное обезболивающее и противоспазмирующее средство. Сославшись на боль, отпросилась с работы домой. Сестра, к слову имеющая медицинское образование и работающая фельдшером, уже была предупреждена и ждала новоявленную маму. Роженице она сделала обезболивающий укол. Свою дочь-пограничница родила около полудня 29 июля. Весь процесс проходил в старом сельском грязном туалете. Рожала сама, сдерживая крики, чтобы соседи не узнали о происходящем. Малышка весила больше 4 килограммов. Крепенький, здоровый ребенок, которого мама тут же лишила жизни. Она ударила девочку по голове, проломив череп. Чем выясняет следствие? Уповины сестры не стали перевязывать тоже, специально надеясь, что и это поможет уйти из жизни малышки. Но девочка умерла не от черепно-мозговой травмы, а от удушения. Когда тетя положила ее в полиэтиленовый пакет, чтобы закопать на огороде возле дома. О происшествии первыми узнали медики. Роженице стало плохо, и она таки попала в больницу. Жестокость поступка поразила даже бывалых следователей. На время разбирательства суд оставил сестер под стражей. Коли ми стикнулись з таким зухвалем, нелюдским ставленням до новонародженої дитини, звичайно, що було навіть важко не вийти за рамки об'єктивності. Відповідно до обвинувального акту предъявлено обвинувачення в чиненні злочину, передбаченого пунктами 2-12 частини 2 статті 115, згідно якій особи можуть бути засуджені до позбавлення волі на срок від 10 до 15 років або до довічного позбавлення волі. За подобные преступления, які, к сожалению, случаються, наказання следують всегда і в полной мере, ведь альтернатива, як поступити с ребенком, є завжди. За 9 місяців можна принять решення, какой би сложно не була ситуація, выход найдется. Примерів тому достаточно. Наталья воспитывает 4-месячного сина Давида. Мама сама, по сути, ребенок, їй всього 17 лет. Жизнь этой девочки не была простой. Она подверглась насилию і, узнав, що беременна, хотела причинить вред і себе, і сину, покончить жизнь самоубийством. Родна мать Наталії категорически отказувалась видіти дочь і внука в своєм домі, і девушці некуда було йти. Соціальним службам она не доверяла, доверилась только врачу-гинекологу, которая принимала роды. Та рассказала о существовании соціальной квартиры, де женщины после родов можуть пожить некоторое время, пока не решиться їх проблема. Так Наташа обрела крышу над головой і поддержку. Теперь планирует приобрести специальность і пойти работать. Причины, по которым женщины попадають в таке место, абсолютно разные. Но все они потом находят силы, как жить дальше. Иногда это, и у нас были такие случаи, когда ребенок является результатом насилия над женщиной. Это очень сложная ситуация, и здесь нужна долгая терапія. Это может быть просто малообеспеченность, Это может быть отсутствие жилья. Иногда разрыв с партнером, когда нет поддержки родных и близких, это всегда риск отказа от ребенка. И, к сожалению, не все знают о том, что существуют организации, которые готовы поддержать. Со временем находятся родственники или друзья, которые готовы помочь молодой маме. В любом случае, с женщиной работает целая группа специалистов для того, чтобы разобраться в ее проблемах. И в результате ребенок остается с мамой, а она планирует свое будущее. Конечно, бывает, что роженица категорически не хочет оставлять новорожденного, несмотря на всю помощь. И она вправе отказаться от малыша. По законам Украины, никакого преследования и репрессий за эту биологическую маму не ожидает. Для нее главное побеспокоиться о здоровье ребенка и не оставлять его в опасности. Главное, чтобы дитина не была в небезопасных условиях. Для нас, как для лекарей, для медицинских работников. Это основное. Каждые пологи, они могут иметь ускладнение как для дитины, так и для мамы. Поэтому важно, что даже если женщина не хочет эту дитину и планирует от нее забыть, то чтобы это было в лекарственном закладе. После того, как мама напишет отказ от ребенка, медики действуют согласно установленному протоколу. Сообщают в Министерство юстиции и в полицию. Это делается, чтобы зафиксировать случай и оформить документы на малыша. Если уже мать боится осуждения и не хочет, чтобы ее даже видели в роддоме, она может оставить младенца в окошке жизни. Это специально оборудованное место в роддоме сигнализации, куда есть доступ с улицы. Только окошко открывается, медперсонал уже об этом знает и может сразу забрать новорожденного. А мама сохранит анонимность. Такие системы оповещения о подкинутом ребенке существуют в родильных домах и даже монастырях во всех больших городах Украины. Дети, которые остаются в пологовых домах после роддом, они, как правило, очень быстро набывают статус сироты и очень быстро усыновываются. Потому что черта на усыновление детей велика. И за последние годы независимости философия возможного усыновления принята сообществом. И это не считается чем-то таким, что нужно приховывать. Чтобы не случилось в жизни беременной женщины, она должна понимать, что помощь есть. Из любой ситуации можно найти выход, только нужно обратиться за ней. В каждом районе в Украине работает социальная служба и служба защиты детей. В их обязанности входит избегать сиротства и помогать мамам в трудных жизненных обстоятельствах. Самым худшим вариантом будет родить дома, оставить ребенка на мусорке или убить. Именно в таком случае полиция будет искать мать и наказывать ее по всей строгости закона. За преступлением всегда следует наказание. И мы подробно обсудим динамику преступлений, совершенных против детей. Вместе со мной в студии представитель офиса генерального прокурора Оксана Дмитриева. Оксана, здравствуйте. Дождитесь очень важного разговора. Наш следующий сюжет из Харькова. Там няня избивала свою подопечную, беззащитную девочку с тяжелой формой ДЦП. Суд вынес приговор. Три года тюрьмы за истязание, но из-за апелляции женщину отпустили из-под стражи на период разбирательства. Как не впустить беду в свой дом? Как правильно составить договор на услуги няни? Как избежать трагедии и не допустить ошибок, которые совершили герои нашего расследования? Смотрите далее. Валерия СНДВ, 15 лет. У нее тяжелая форма ДЦП. Ее мама Лариса очень любит дочь и готова ради нее на все. Увидев, как в ее доме с ее ребенком обращается няня, готова была на самосуд. Ну, чтобы вы понимали, я соседке своей поломала нохоть на руке. Когда я увидела, как няня кидает с высоты своего роста ребенка на горшок, я вздергнулась до ужаса. Я даже не могла поверить о том, что человек, который мне улыбается и говорит о том, что все хорошо, может так жестоко себя вести. И на агрессии, и на эмоциях я могу что-то с ней сделать, потому что эмоции за ночь накалились до такой степени, накрутилась, навертелась, что, наверное, я бы ее убила сама. Уже сейчас девочке немного лучше, но она все еще не забыла о пережитом. Лера даже год спустя пугается, если кто-то рядом с ней вдруг махнет рукой или повысит голос. Даже на имя Света она реагирует с боязнью. Были и походы к психологу, и перестановка в доме. Мама даже игрушки выбросила, которые могут напомнить о няне Свете. Лишь бы дочь поскорее забыла, как с ней обращались. За 8 часов моего рабочего дня каждый час были какие-то там моменты издевательства. То расчесала ребенка, побила расческой по голове. Ребенок без подгузника просится на горшок. Она его не садила на горшок, а кидала на горшок. Жестоко, вот так грубо это делала. Каждый раз она говорила о том, что она никому не нужная, что мама от нее ушла. Ребенок в этот момент начинает плакать. Она ей говорит, кричи, кричи, громче кричи, тебя все равно никто не слышит. Кричи сколько угодно. Этой семье няне было просто необходимо. Мама реабилитолог, помогает людям преодолеть боль. Искала друга и помощника, чтобы помогала с больным ребенком. Искала кандидаток через интернет. Объясняла, что ребенок особенный, ничего самостоятельно делать не может. Те, кто соглашался, проходил курс обучения. Мама показывала, как кормить, одеть или посадить на горшок девочку. Со Светланой Савченко все прошло гладко. Женщина за 50 была и симпатична. Валерия утвердила няню, и Света стала самым дорогим человеком после мамы. И все было просто отлично, пока через год работы Лариса не заметила на теле дочери странные синяки. А спустя время няня сообщила, что неосторожно вынимала ложку со рта ребенка и откололся кусочек зуба. Для меня, конечно, это было очень странным, хотя я прекрасно понимала, что ребенок может там не сгруппироваться и упасть. Понимала, что ребенок может силой там своего тонуса по болезни может зажаться и придавить ложку. Но когда кормление происходит лицо в лицо, как бы не бывает таких моментов, чтобы она аж вот так прикусила ложку, чтобы дергнуть ее. Стоматолог подтвердил, скол зуба смещен внутрь, а так не бывает при ударе наружу. С этого момента уровень доверия к няне резко упал. В доме появилась камера наблюдения. Лариса стала внимательнее присматриваться к дочери, которая не могла рассказать, что происходит. Она стала какой-то раздраженной. Я ее умываю, она закрывает глаза, как будто бы боится. Я расчесываю, ребенок вжимается. Я где-то мимо нее прошла, махнула рукой ребенок тоже как-то... Такие какие-то странные для меня были ее моменты поведения. Теперь Лариса вспоминает эту ситуацию уже без слез, но в тот момент была готова на крайние меры. Сделала все, чтобы бывшую няню посадили. Разбираясь в суде, я поняла, что такое состояние по отношению к ребенку длилось на протяжении трех месяцев. То я считаю, что она должна сидеть в тюрьме по полной. Такой человек, который вот так смотрит в глаза и жестоко может быть двуличным, вторая жестокая сторона может быть такая, то такой человек не должен находиться в обществе. Пока проходил суд, я знала о том, что няня, естественно, она на свободе, и она работает с парализованной бабушкой. И я подумала, что вот еще один молчаливый объект для издевательств. Собрав доказательную базу, прокуратура обвинила Савченко в истязании. Санкция по этой статье предусматривает наказание от двух до пяти лет. Наразі зібрана належная доказовая база, а саме показы свидетелей, судово-медичная экспертиза щодо побоев дитини, та є видеозапис, на которых зафиксировано, что няня совершила удары и другие действия щодо дитини незаконные. В судовом заседании эти доказы были рассмотрены, а саме видеозапис щодо него было заключение эксперта, что видеозапис не есть подробленным, он есть оригинальным и есть належным доказом в этом проведении. С Дзержинским районным судом города Харькова вина няни была доказана. Ее наказание три года тюрьмы. Там были и видеоэкспертизы, видеозаписки, насколько я знаю, и судово-медичные экспертизы. Суд рассмотрел справу, призначил покарание, связанное с избавлением воли, и зала суду обвинувачивания, взяли под варту. Был, скажем, второй этап апелляционного розгляда, апелляционная инстанция скасовала это решение нашего суду и надеслала на новый розгляд. Но сейчас няня на свободе. Светлана подала апелляцию, и суд отменил меру пресечения на момент разбирательства. Савченко продолжает избегать прессу, запретила общаться с журналистами и своему адвокату. Ранее он и вовсе утверждал, что дела как такового и не существует. Не доказатель, что она работала няне у Ларисы, не проводили опознание и не доказано, что именно она наносила удары. По сегодняшнюю минуту неизвестно то лицо, которое на видео изображено. Тем временем Светлана продолжает работать. Вероятнее всего, ее биографию новые работодатели не проверили. А это, по мнению юристов, халатность, за которую может поплатиться новая жертва, ребенок или взрослый, которому нужен уход. Потому в обязательном порядке родители должны заключить договор с няней, чтобы защитить себя от подобной жестокости. Для того, чтобы мы чувствовали себя более уверенно в этих отношениях и имели возможность отстоять свои интересы в данных отношениях и защитить свои права, то, конечно же, необходимо придавать юридический формат этим отношениям. Официальный статус им необходимо придавать. Необходимо заключать договор. Существует три варианта оформления трудовых отношений между няней и родителями. Первый, кто-то из родителей должен зарегистрироваться в качестве субъекта предпринимательской деятельности и зарегистрировать вид экономической деятельности, деятельность домашних хозяйств. В таком случае мы можем вести речь о заключении трудового договора с няней, который будет регламентироваться трудовым кодексом. В этом случае прав больше у няни. Она может уйти на больничный, получить отпускные и требовать зарплату. Второй, субъектом предпринимательской деятельности регистрируется сама няня. Между няней и родителями заключается договор на оказание услуг. В ней подробно прописываются все условия, когда и чем кормить ребенка, когда уложить спать, когда и где гулять. Чем больше и подробнее будут прописаны обязанности и круг к ответственности няни, тем спокойнее будет родителям. Прописывается также сумма оплаты и время ее выдачи, чтобы у няни тоже были гарантии и защита своих прав. Третье, родители обращаются в кадровое агентство по подбору персонала и юристы заключают договор с учетом интересов обеих сторон. Такой договор заверяет нотариус. Во всех случаях няня должна подтвердить свою личность, предоставить документы об опыте работы и о своем здоровье. Человек, который осуществляет уход за ребенком, воспитывает ребенка, здесь должно быть абсолютное доверие к этому человеку у родителей. Если это доверие падает, если есть какие-то подозрения, то здесь, конечно же, лучше расстаться с этим человеком. Все конфликтные ситуации и факты нарушения родителям придется фиксировать в соответствующих актах, привлекать свидетелей. Именно это будет дисциплинировать работника, а в случае серьезных проблем станет доказательством суде. А еще, по мнению директора кадрового агентства по подбору персонала, наемных работников очень дисциплинируют, когда в доме есть видеонаблюдение. Самая большая защита, которую я рекомендую и няням, и работодателям, родителям, ставить видеонаблюдение. Профессиональная няня всегда будет за видеонаблюдение, ее это не смущает. Она говорит о том, что я работаю честно, мне нечего стесняться, любые мои действия вы можете увидеть видеозаписи, как еще может себя защитить няня. Ну, собственно говоря, своей честной работой. Вот и все. Родителям работать с кадровым агентством намного проще не только из-за оформления отношений с няней. Они могут быть уверены, что здесь человек проверенный, пришел по рекомендации. Агентство смотрит, как няня одета, чем интересуется своей жизнью и даже счастлива ли она. Самое главное, естественно, когда родители пускают няню в дом, они хотят защитить своего ребенка и защитить свое жилище. То есть они хотят надежности. Это первый момент. Второй момент, который часто звучит, мы хотим, чтобы нашего ребенка любили. Это естественно. Ну и, собственно говоря, они хотят, чтобы рядом с ребенком был человек счастливый, потому что все это транслируется и на ребенка. Если в дом приходит няня, которая критикует государство, жалуется, постоянно в каком-то депрессивном состоянии, это так или иначе отображается на ребенке. Если в дом приходит человек самодостаточный, здоровый, уверенный в себе, естественно, эти же эмоции передаются и ребенку. Есть еще один способ, про который знают не так много работодателей в Украине. Проверить няню на добросовестность поможет детектор лжи. Резюме или трудовая книжка это важные документы, но они не расскажут о личности их владельца. Ну, при всех своих плюсах, в принципе, вот этих отборов, да, они не покажут темную сторону кандидата. Ни один кандидат при собеседовании не расскажет, что он воровал на работе у предыдущего работодателя. На собеседовании в резюме ты не выяснишь, имеются ли у человека какие-то зависимости. Чтобы организовать такую проверку, достаточно созвониться со специалистом и объяснить задачу. Полиграф не сможет проверить только две вещи. Правдиво ли человек высказывает эмоции и какие намерения у него есть. Его же действия в прошлом или настоящем проверить легко и стоить это будет от полторы тысячи гривен. В первую очередь, что нам важно проверять у нянь. Было ли у нее в прошлом примеры того, что она приносила физический или моральный вред детям, с которыми работала. Если она работала два, три, пять лет, допустим, няней, мы спрашиваем уже за последние пять лет, приносили ли вы какой-либо вред или ущерб ребенку. Уточняем, конечно же, морально, физически, потому что это несколько разные вещи. Это важный тоже момент, когда можно просто морально влиять на человека, психически, кричать, обзывать. Это тоже влияет на ребенка. Другое дело, когда уже есть физический вред человеку. То есть эти темы обязательно разделяются, не проверяются. Няня – это человек, который имеет доступ к многим вещам в доме. Важно также убедиться в ее реальной цели устройства на работу. Кроме того, она может иметь наркотическую или алкогольную зависимость, она может иметь уголовное прошлое и умолчать об этом. Лучше заранее дать понять человеку, что вы настроены на чисто деловые отношения, без понебратства. Если няне скрывать нечего, она согласится пройти полиграф до того, как приступит к работе. Не будет против работы под видеофиксацией и будет делать все, что предусмотрено в вашем договоре. Оксана Игоревна, говорим о преступлениях против детей. Скажу честно, что, наверное, ни одна тема так не затрагивает, как преступления, связанные с детками. Какая там динамика? Какие там цифры? Непосредственно около 4 тысяч детей пострадали от уголовно-противоправных деяний. В 2019 году от преступлений пострадало около 5,5 тысяч детей. В 2018 году эта цифра была около 6 тысяч детей. Фактически каждый день в том или ином регионе дети страдают от преступлений, которые в отношении их совершают взрослые люди. То есть все-таки прослеживается позитивная какая-то динамика, тенденция? Есть определенная позитивная тенденция, но я считаю, что она недостаточна, поскольку такое количество детей страдает от преступлений. А это же очень опасно, потому что, как свидетельствует практика, дети, которые в свое время пострадали от преступлений, в дальнейшем и сами могут совершать такие же деяния противоправные. Поэтому нам надо приложить максимум усилий, чтобы уберечь наших детей от противоправных деяний. Да, получается, что все из детства. А если вот предположим такая ситуация, ты стал невольной жертвой преступления против ребенка. И, например, совершает это преступление твой сосед. Нужно ли вмешиваться в эту ситуацию? Как лучше поступить? Знаете, я вам отвечу, наверное, как прокурор и как человек, просто гражданин и как мама, которая имеет своих детей. Я считаю, что в обязательном порядке надо вмешаться в эту ситуацию. Независимо от того, показалось вам, а может быть, действительно, этот маленький ребенок нуждается в помощи. И никто иной, как вы, в этой ситуации не сможете ему помочь. Знаете, я тут, пожалуй, соглашусь, потому что мне кажется, что вот молчать об этом, вот это как раз и есть преступление. Полностью с вами согласна, да. Куда следует обращаться? Куда писать? Куда звонить, если ты видишь преступление против ребенка? Многие органы занимаются этим вопросом, но я как представитель Офиса Генерального прокурора рекомендую вам всегда в случае, когда вы стаете свидетелем преступления, которые совершаются в отношении ребенка, обязательно обращайтесь с заявлением. И это заявление вы можете подать непосредственно в офис, как на горячую линию, так в электронном варианте. Оксан, спасибо вам за эту беседу. Спасибо вам. Мы прощаемся и напоминаем, что для зрителей нашей программы работает горячая линия и правовой центр. Спасибо, что смотрите нас, пишете. Мы ждем ваших сообщений на почту правособачка канал Дом ТВ и мы сделаем все, чтобы вам помочь.